Всем привет, меня зовут Наталия Осман, и вы находитесь на моем YouTube-канале. В основном он посвящен моде, путешествиям и осознанности. Но сегодня я вам записываю влог про мой опыт беременности, а точнее, наверное, это самый важный влог о том, какую одежду классно надевать, носить, если вы беременны. И, оказывается, для беременных практически нет ничего классного. И сегодня я покажу самые универсальные наряды, неважно, это зима, осень, весна или лето, которые классно смотрятся, когда вы в положении, когда у вас есть животик. Никогда не покупайте джинсы для беременных. Антисексуально, это отвратительно, это некрасиво, это немодно. И, как вы видите, вот я купила и ни разу даже не надела. Единственный бренд из масс-маркета, наверное, который нам дает возможность что-то купить конкретно для беременных, это H&M. Но линейка настолько маленькая и настолько некачественная. К сожалению, большинство моих подружек, которые были беременны, приходилось покупать только эту одежду, но это очень плохо. Сейчас покажу вам эти две вещи, которые я честно купила, чтобы попробовать. Первое, это были вот эти джинсы. Ребята, это вот как? Человек придумал и думал, что это будет незаметная резинка. Да, или что это? Ужасность. Так, давайте я скажу еще даже, сколько это стоило. 3000 рублей. На секундочку. Я сегодня вам покажу альтернативу гораздо лучше этой и даже дешевле. Подумала, классно носить леггинсы. Я не знаю, видно ли вам хорошо, насколько это много, насколько это какого-то непонятного качества. То есть почему нельзя сделать красивые одежды для беременных, я не понимаю. Пытаюсь прочитать состав. Делаю в Бангландеше. Гарантийный срок 6 месяцев. Что с ними может случиться? Но это выглядит просто как какие-то старые, как будто это старые протертые треники чьи-то, и тоже ужасно. А когда ты беременна, и хочется наслаждаться этим процессом, чувствовать себя волшебной феей, и ты правда так себя чувствуешь. И вот это вот все. Мы выкидываем. Есть триллион классных вариантов того, что можно надеть во время беременности. Во-первых, правда, леггинсы всегда очень удобны. Я не очень любила обтягивающую одежду во время беременности. Мне хотелось комфорта, и поэтому обычные спортивные леггинсы мне не подходили. Они сильно вытягивали мой живот, и мне было очень некомфортно. Я знаю, что кто-то любит, но мне хотелось быть максимально расслабленной и свободной. Моя лучшая подруга выпустила, это не реклама ни в коем случае, но просто я из них не вылезала, а выпустила леггинсы. Я даже снялась в кампании без лица, потому что ее нужно было на кого-то сфоткать. Это самое лучшее, что мог придумать человек. Это очень классные, очень удобные, очень качественные, в отличие от этого всего, леггинсы. Сейчас я нахожусь, на самом деле, в таком бодике, который также можно использовать во время беременности. Очень классно, он не стягивает, он правильно все так расположен. Мне кажется, это очень элегантно, красиво, и черный цвет всегда очень подчеркивает. И с этими леггинсами или с этим боди можно носить множество вариантов. Футболки, худи, биджаки, как я сейчас ношу, да. Функционально. И главное, ты себя классно чувствуешь в прекрасной ланью беременной. Если вы фанат джинсов или брюк, и вы не хотите отказываться от них во время беременности, есть также классный вариант, которым я воспользовалась. Я заходила в Зару или в тот же H&M, ну, в Заре, мне кажется, классные джинсы более классные. И покупала на 2-3 размера больше. Вуаля, у вас шикарный фасончик, шикарные джинсы. Вы просто покупайте на несколько размеров больше, потом отдадите своему бойфренду. Или маме, я маме своя отдала эти джинсы. И второй вариант. Любые высокие штаны на резинке и джинсы есть тоже такие. Я их сейчас померю. Когда животик был не такой большой, я поднимала их над животиком. Когда был побольше, я спускала их вниз. Ничего не добило. Очень комфортно. Широкие классные модные джинсы и все. Обязательно носите рубашки. Эти же джинсы, под леггинсы, под шортики, под все что угодно. Или если это лето, покупаем или берем от своего бойфренда рубашки любые и носим их под пояс. И классно рубашку делать поясом прям сверху. То есть такой, знаете, такой baby doll. То есть вы под грудь делаете ремень, а здесь все такое широкенькое, классное. И рубашка врусается, это всегда очень красиво. Я носила без пояса, я просто надевала рубашку и чувствовала себя комфортно. Также летом это могло бы быть под шортик. Если длинная рубашка, то вообще только рубашку носила. Самый универсальный, наверное, наряд для беременных это спортивные костюмы. Уютные, классные, из мягкого классного материала. У меня есть всех цветов, я носила всю беременность. Не бойтесь этого, что вы будете выглядеть как мишки, это очень мило. И вот это все мягкое, удобное, супер вообще просто. Просто так же покупаем не в обтяжку. Чуть-чуть пошире низ, чтобы резинка не давила вам ни в коем случае. Так, я также еще в той же любимой Заре, много есть в масс-маркете, покупала вот такие классные вещи. Сейчас Лена первым на выходе с подобных вещах, но она не из Зары. Вот такие вот классные топики, вот такие вот шорты-трусы. Трусы вот такие классные. Я просто ходила полбеременности и дома, и везде это комфортно, так красиво, в таких вязаных костюмчиках. Во время своей беременности у меня родилась, конечно же, капсульная коллекция классных трикотажных платьев, платьев, и там еще есть комбинезо очень классный. Его можно носить и не беременной, но во время беременности классно тоже носить что-то облегающее. Я сделала разные черные платья, очень красивые. Я была в Милане, и моя очень талантливая подружка Ланта Кори, я жила у нее, она мне дала потаскать одно из своих платьев из своей старой коллекции, которые она когда-то делала для Мир Думы. Это черное платье трикотажное, и мне было так комфортно, я не хотела из него полазить. Я просто Лане каждый день говорила, насколько это гениально, насколько это удобно, насколько это красиво. Она сказала, давай сделаю капсулу. И это крайне удобно, крайне комфортно. Это можно и со шлепками, и с каблуками, это можно и с ботинками, и с кроссовками. То есть универсальный на все случаи жизни, во все времена года. Также я покупала вот такое платье, тоже оно вязаное, прикольное, с принтом. Этот конкретно фэнди, и тоже очень классно принт смотрится. Летом все летящие платья, то есть у меня было очень много коротких платьев, разных цветов, которые вот такие были летящие. Вообще было незаметно, я много раз выступала, незаметно, что я вообще была беременна. Я сверху накидывала пиджачок, и вообще идеально, очень красиво. Вам может показаться, что вы кругленькая, но это не так. Это всегда очень мило, когда шелк чуть-чуть подчеркивает ваш живот, и это так классно. Наслаждайтесь, это такое космическое время, я уже скучаю, я опять хочу быть беременной. Почувствуйте состояние, особенное женское состояние. Если вы сейчас беременна и меня слушаете, пожалуйста, насладитесь этим по полной. Это так классно, это так женственно. Несмотря на то, что животик, и уже под конец сложно ходить физически, но все равно это очень мило. Я сделаю подборку классного из разных блогеров, кто был очень модный во время беременности. Вдохновляйтесь, делитесь, подписывайтесь, комментируйте. Отмечайте меня в инстаграме, буду репостить самые классные комментарии, самые классные луки, образы. Люблю вас! Пока! Пока!